Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Народная программа реализовывалась в полном объеме, как мы обещали жителям. Люберцы с рабочим визитом посетил депутат Госдумы Роман Терешков. Когда ребеночек даже появляется на свет, первое, что он получает в своей жизни, это воздушные ванны. Прививать ребенку здоровый образ жизни нужно правильно. С чего начинать, смотрите в сюжете. Понравится, как человек выглядит. Буду рисовать его. И характерные черты лица, и эмоции. О подрастающем будущем современной живописи расскажем в выпуске. То, что делают ребята, и то, что стараемся мы, это не каждый сможет. А в округе прошли всероссийские соревнования по вейкбордингу за кубок Румянцевой. А теперь подробнее об этих и других новостях. В администрации состоялось очередное еженедельное оперативное совещание. Сотрудники управления и оперативных служб отчитались в работе за прошедшую неделю. За прошедшую неделю в отделе внутренних дел округа поступило 2200 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело, 26 раскрыто по горячим следам. Также на этой неделе раскрыли два убийства. В одних из мусорных заводов в Московской области были найдены останки рук и ног неизвестного. В общем, хорошо сработал следственный комитет совместно с нами. То есть задержан человек, который в поселке Мерное проживает, расчленил там человека и разбросал его по всем мусорным ящикам, которые вывезли туда в Шаховское. Сотрудники полиции из-за жаркой погоды работают в усиленном режиме, обеспечивают порядок в зонах массового отдыха людей у воды. Также несут службу и пожарные. Количество пожаров возросло. Непосредственно по городскому округу Люберцы пожарными было потушено 6 пожаров. 10 числа в 16 часов 12 минут загорание гаража по адресу Люберцы, поселок Малаховка, улица Поселковая, ГСК Горняк. В результате пожара обгорел легковой автомобиль, мебель и личные вещи на площади 25 квадратных метров. Спасен один человек из смотровой ямы в гаражном боксе звеном газодымозащитной службы с помощью спасательного устройства. Также был обнаружен еще один пострадавший. Оба пострадавших были госпитализированы. Служба ЖКХ работала в штатном режиме. Аварийных отключений не было. Работы по благоустройству ведутся в парках и дворах. На особом контроле администрации обращения жителей. Необходимо привести в порядок территорию. Это ТЦ Солнечный, Малаховка, Комсомольская, 1 устранить надписи на фасаде дома, Октябрьский проспект РИ-64, пресечь нестанционированную торговлю. На совещании заслужены отчеты о работе Мособл ЕРЦ и службы 112. А главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов рассказал о ситуации с распространением коронавируса и напомнил о необходимости вакцинации и ревакцинации. Луиза и Геозарян, Ирина Иванова, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Люберцы с рабочим визитом посетил депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Роман Терюшков. Вместе с главой округа Владимиром Ружицким он проинспектировал ход капитального ремонта здания гимназии номер один и реконструкцию площадки для экстремальных видов спорта в Центральном парке. Сколько метров уходит? 750 пантрек, это вот у нас за спиной, где песок отсыпан. Территория для экстремальных видов спорта в Центральном парке была создана давно. С весны до осени здесь оттачивали свое мастерство любители скейтбордов и велосипедисты. Площадка пользовалась большой популярностью подростков и со временем пришла в негодность. Поэтому в прошлом году было принято решение ее демонтировать. «Наши жители просили сделать здесь хорошую зону отдыха для любителей экстремальных видов спорта. Мы при формировании народной программы этот объект включили. Народная программа реализуется в полном объеме, как мы обещали жителям, при формировании ее перед выборами 2021 года. Партия «Единая Россия» дает обещание их выполнять. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Самые маленькие смогут кататься на беговелах, роликах и самокатах. А ребята постарше будут выполнять различные трюки на велосипедах и скейтбордах. Благодаря освещению, которое установят по периметру площадки в 1300 квадратных метров, заниматься спортом станет возможным и в вечернее время. «24 августа мы должны школу полностью сдать вместе с оборудованием». Из центрального парка Роман Терешков и Владимир Ружицкий отправились в первую гимназию, в которой продолжается капитальный ремонт. Черновые работы уже позади, рабочие приступили к внутренней отделке. Кабинеты и коридоры подготавливают под покраску. На полу будет лежать линолеум, а на лестницах и в санузлах – керамическая плитка. «В данный момент производится монтаж всех инженерных систем, отопление, водоснабжение, канализация. Проводится монтаж по электроснабжению, слаботочным системам, видеонаблюдение». К ремонту фасада тоже приступили. Дизайн-проект согласован с учителями и родительским комитетом. Архитектурный облик здания будет сохранен. На реконструкцию гимназии выделено более 240 миллионов рублей. Это средства из федерального, регионального и муниципального бюджетов. «Здесь полным ходом идёт реализация тех поручений нашего президента, нашедших отражение как в народной программе партии «Единая Россия», так и в бюджете Российской Федерации. Сейчас уже порядка 40% работ выполнено. Свыше, насколько я успел отметить, 150 человек работают на объекте. На тот объём, я уверен, что подрядчик справится с задачей, даже в более ранний срок завершит работу». По планам, в конце августа все работы и в гимназии номер один, и на площадке для экстремальных видов спорта в Центральном парке будут полностью завершены. ДТП на Октябрьском проспекте – самое страшное событие, прошедшее неделю в Люберцах. В аварии пострадали три человека – пешеходы, переходившие дорогу. Двое из них скончались. Вся информация об аварии в сюжете. Авария произошла на Октябрьском проспекте. Водитель автомобиля каршеринга марки «Кия» проигнорировал запрещающий сигнал светофора. Выехал на встречную полосу и наехал на пешеходов, которые шли по пешеходному переходу. Позже правоохранители установили, что пешеходы двигались в соответствии с разрешающим сигналом светофора. Пострадали три человека – две женщины и девочка 14 лет. Авария произошла рядом с остановкой общественного транспорта и торговым центром выходной. Свидетелями трагедии стали десятки человек. «Я шла к сестре и увидела эту жуткую аварию. Очень сильно испугалась, увидела, как три человека лежат. Естественно, мы все подбежали, все смотрели, вызывали скорую. Это было очень жутко, это было очень страшно». «Увидел, выезжая с работы, увидел, с правой стороны авария была. Но я заехал обратно на работу и прибежал сюда, посмотреть, что случилось. Ну, конечно, ужас был. Тела лежали на асфальте. Машины были раскорежены, стояли. Очень было страшно». После наезда на пешеходов иномарка влетела в такси, припаркованное у остановки. У автомобиля сильно разбита передняя часть и лобовое стекло. На кадрах видно, что женщины лежат без движения. Медики оказывают первую помощь, потом перемещают пострадавших на носилке и госпитализируют. «В больнице две женщины 1975 и 1976 года рождения скончались. Девочка находится на амбулаторном лечении». «В соответствии с позицией прокуратуры Люберецким городским судом в отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца». «Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Алексей Абрамов, Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Уже почти месяц, как весь общественный транспорт Московской области, полностью перешел на безналичный расчет. Оплату проезда наличными деньгами отменили в регионе с 18 июня. Для чего ввели новое правило и как жители Люберец относятся к нему, узнала наша съемочная группа. «18 числа в Московской области действует закон об отмененной среде за оплату проезда». Чтобы повысить осведомленность пассажиров о новом правиле оплаты проезда, волонтеры раздают вот такие информационные листовки. Хотя большинство людей уже давно отказались от бумажных и металлических денег. «У меня карточка бесплатная». «Это удобно, я думаю. Я думаю, все уже давно перешли на карты». Это не только удобно и экономно по времени, но и безопасно. Благодаря безналичному расчету водитель не будет отвлекаться на продажу билетов. А все внимание сконцентрирует только на дорогу. «Если что-то и появляется новое у нас, то это, как правило, по просьбам или предложениям наших жителей. И на самом деле много поступало обращений от жителей и к нам в администрацию, и в адрес губернатора. В том плане, что не очень удобно рассчитываться наличными в автобусах, в маршрутках». Оплатить проезд в общественном транспорте можно несколькими способами – едиными транспортными картами, а также банковскими и социальными картами. При использовании стрелки и тройки действует система скидок. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Несмотря на отмену ковидных ограничений, коронавирус никуда не исчез. Сейчас медики отмечают увеличение числа заражений, поэтому Роспотребнадзор снова рекомендует людям с хроническими заболеваниями надевать маски в закрытых помещениях и в местах с большим количеством людей. А также вакцинироваться тех, кто еще не сделал прививку, и ревакцинироваться тех, кто уже привился. «Опять начинается какая по счету уже седьмая-восьмая волна, и людям нужно вакцинироваться, кто не вакцинировался, а если кто вакцинирует, то уже повторно ревакцинироваться. Лучше делать тогда, когда человек не болен, то есть не в период обострения его хронические заболевания, если как таковые имеются. И если у человека урвы, то, конечно, никуда не приходят и не вакцинируются. То есть хотя бы месяц или три недели должен быть медотвод от того, как человек выздоровел». Первичная вакцинация проводится двумя компонентами – ревакцинация одним. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках городского округа Люберцы, стационарных и мобильных пунктах. Вакцина вводится только после обследования состояния здоровья пациента терапевтом. В городском округе Люберцы продолжается реализация программы здравоохранения Подмосковья. В этом году отремонтируют два объекта скорой помощи и в шести кабинетах Люберецкой областной больницы установят новое тяжелое оборудование. Подробности в материале нашего корреспондента. Одно из подразделений Люберецкой областной больницы, где потребовалось обновление тяжелой техники – взрослая поликлиника номер один на улице авиаторов. Замене подлежал старый маммограф. Аппарат находился в одном помещении с флюорографом. Это создавало неудобства как для пациентов, так и для врачей. Для новой техники теперь готовят отдельный кабинет на четвертом этаже. В первую очередь должна обязательно предусмотрена рентген защита. Хоть сейчас современные аппараты, и они малодозовые, но обязательно должны быть работы, которые предусматривают именно проведение баритового защитного покрытия. В настоящее время эти работы проведены уже. И в настоящее время ведутся электротехнические работы, после чего будут проведены отделочные работы и установлен аппарат. Рентгеновский цифровой маммограф уже поступил в поликлинику. Он приступит к работе в августе, сразу после завершения перепланировки этого кабинета. Пройти обследование смогут жительницы со всего городского округа. Эта услуга крайне необходима, и чтобы наши жители где-то не ездили по направлениям в другие города или Москву, специалисты у нас есть, нужно оборудование. Вот оно здесь устанавливается. За последние годы достаточно много сделано с точки зрения ремонта помещений, поставки оборудования. Это как бы видно, заметно. И этот год не исключением. Тяжелая медицинская техника поступит также на вооружение Центральной и 11-й поликлиник. С новым оборудованием будут работать и врачи сосудистого центра и хирургического корпуса стационарного отделения номер 1. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Вырастить ребенка без болезни невозможно. Особенно часто болеют дети зимой. Ангины, танзелиты, бронхиты и отиты с годами могут перейти в хронические форматы. Самый верный и безопасный способ избежать этого – закаливание. И лучшее время года – лето. Тагуи Кустанян, трехлетнего сына и пятилетнюю дочку, возят на море и водят в бассейн. Но радикальных мер закаливания неокрепшего детского организма не поддерживает. Я как-то против сильного закаливания, которое происходит, особенно во время крещения, в холодную воду, не знаю, от детей. Не знаю, я как-то против этого всего. Единственное, да, там, в легкой форме, там, брызгать холодную воду на ребенка. Окунать малышей в прорыбь не советуют и врачи. Да и взрослым, особенно с хроническими заболеваниями, лучше не испытывать судьбу. Все должно быть в меру и постепенно. Мы все-таки рекомендуем детей совсем маленьких, таких до года двух лет, не купать в открытых водоемах. С двух лет примерно. И с двух лет мы рекомендуем купать детей, которые при температуре 25 градусов, безветренная погода. Начинать вот такие купания в открытых водоемах можно с двух-трех минут. И смотреть на реакцию ребенка, как он на это реагирует. Да, если ему нравится, то есть насильно тащить куда-то в речку, в море. Ребенка не надо. Если ему нравится, да, поиграли в игровом варианте. Для детей постарше где-то непрерывное купание в открытом водоеме может быть, ну, минут 20 составлять. Прогулки на свежем воздухе необходимы в любую погоду. Говорят, нет плохой погоды, если правильно одеться. Летом гулять с ребенком особенно важно. Витамин D образуется в организме, когда кожа подвергается воздействию солнечного света. С детьми разного возраста, любого возраста, ежедневно, от полутора до двух часов, один, два, три раза в сутки, в зависимости от погоды. Сейчас у нас жарко, гуляем с детьми маленькими в кружевной тени деревьев. Если вы только начинаете закаливание ребенка, желательно начинать с воздушных ванн. Свежий воздух улучшает вентиляцию легких и газообмен. В результате повышается гемоглобин. Прохладный воздух бодрит и повышает аппетит. Когда ребеночек даже появляется на свет, первое, что он получает в своей жизни, это воздушные ванны. То есть из комфортного материнского организма он попадает во внешнюю среду с температурой 22 градуса. И уже это у него воздушная ванна, первое закаливание. И потом, как только мы его выписываем домой, он приходит, мы рекомендуем мамочкам проводить воздушные ванны. То есть оставлять ребеночка на 2-3 минутки раздетого одного, чтобы он привыкал к окружающей среде. Каждый ребенок индивидуален. Поэтому перед началом оздоровительных процедур лучше все-таки проконсультироваться с врачом-педиатром. Ведь главное здесь не навредить. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Жилой фонд Люберец продолжает подготовку к осенне-зимнему отопительному периоду. У коммунальщиков горячая пора. Ход работ контролирует Государственная жилищная инспекция Московской области. На сегодняшний день проверен 441 многоквартирный дом. Недоработки есть, и они, как правило, общего характера. Сотрудники жилинспекции, администрации городского округа и ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Люберец провели совместный рейд, чтобы указать управляющим компаниям на нарушения, которые встречаются в ходе проверок наиболее часто. Подробности в следующем сюжете. Осмотр домов выборочный. Определено четыре здания. Первое находится на Октябрьском проспекте. Сначала инспектор оценивает состояние кровли. Смотрим на наличие разрушений кровельного материала, а также наличие кожухов и колпаков на вентоканалах и дымоходах. Далее осмотр подвального помещения. Здесь инспектор проверяет, в каком состоянии находятся инженерные коммуникации. Оценивает качество изоляции труб, чтобы избежать потерь тепла. Также в помещении недопустима захламленность и нахождение посторонних предметов. Изоляцию устанавливали, да, получается? Да, это изоляция наша. На крыше и в подвале недочетов не обнаружено. Управляет домом Люберецкий городской жилищный трест. На балансе предприятия находятся 884 дома. Мы стараемся идти немножечко вперед графика. То есть на данный момент у нас уже гидравлические испытания проведены практически по всем домам. Это говорит о том, что система центрального отопления у нас готова к принятию теплоносителя в отопительный период. Следующий пункт – чердачное помещение. По пути наверх инспектор проверяет график уборки подъезда. И обращает внимание представителей УК на хаотично свисающие интернет-кабели, которые соприкасаются с трубами, что запрещено. Поручает их срезать. На чердаке главное – соблюдение температурно-влажностного режима. Помещение необходимо проветривать. Но и допускать потерь тепла нельзя. Обязательно мы уделяем внимание соблюдению теплового контура. Это двери, плотный притвор, ручки, гребенки на всех окнах, теплоизоляция трубопроводов, местах общего пользования, лисичные клетки, чердаки, подвалы обязательно должна быть соблюдена. В завершение осмотра инспектор указал на доску объявлений, которую порекомендовал либо привести в порядок, либо демонтировать. И на газопровод, который нуждается в покраске. Участники рейда перемещаются в микрорайон птицефабрика, поселка Томилино. Тепловой узел дома в порядке, но общее состояние подвала инспектор оценил на двойку. Помещение захламлено. Решетки на подвальных окнах отсутствуют. За кладовками, которые обустроили жильцы, никто не присматривает. Состояние подвала, скажем так, не несущих конструкций самого подвала, а время его уже подвело. Ну и плюс то, что мы недосмотрели за состоянием данного подвала. Сейчас проведем разбор полетов и наведем порядок. В целом ситуацию в Люберцах оцениваю как удовлетворительную. Мы проверили 441 дом уже. Из них порядка 30% выявили нарушения в 30% домах. Но при этом стоит отметить, что нарушения все незначительные. Как правило, это на нарушение теплового контра, отсутствие плотного притвора. Также по изоляции, если есть какие-то вопросы. Все выявленные нарушения инспектор зафиксировал. Обозначил сроки их устранения. Отметил, что компания реагирует на просьбы жилинспекции с пониманием. И пообещал провести в этих домах повторный рейд. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В доме номер 57 на улице 8 марта в Люберцах идет ремонт фасада. Строители обещают, что здание общей площадью почти 16 тысяч квадратных метров к осени преобразится до неузнаваемости. Ход работ проверил глава округа Владимир Ружицкий. Этот дом построили в 1989 году. В 2022 проводится его капитальный ремонт по краткосрочной программе. Уже покрыли крышу. Сейчас ремонтируют фасад навесными вентилируемыми панелями. В первую очередь при подборе домов для включения в данный вид капитальных работ мы опираемся на поступающие жалобы о промерзании фасадов. Людям холодно. Где-то при обследовании в ходе весенних-осенних осмотров выявляется выветривание. И по итоговым исследованиям дома включаются в программу капитального ремонта. Новый высокотехнологичный фасад поможет сделать температуру в доме комфортной. Но необходимо провести диагностику системы отопления, уверены жильцы. У нас в некоторых квартирах очень хорошее отопление, а в некоторых прям холодильник. То есть облаженная система. Также их беспокоит конструкция козырьков подъезда. В они спроектированы так, что вода попадает на лестницы и размывает пороги. Попросили обратить внимание на предприятия общепита, не соблюдающие санитарные нормы по содержанию ларька, и отремонтировать мусоросборники. Убираются, слава тебе, господи, у нас замечательно. Мусор, если раньше были проблемы, но мусорные, само помещение нужно ремонтировать. Плитка отвалилась. Работы же по капитальному ремонту фасада сейчас выполнены на 15%. Санитов полностью завершить их планируют к середине ноября. Мы готовим дом к тому, что в зиму за 22-23 дом будет иметь совершенно другие качества, свойства, что касается тепла в доме, все, что касается утепления дома. Поэтому у меня нет сомнений, что эти работы будут выполнены. Всего на сегодняшний день в городском округе Люберца ведется капитальный ремонт в 135 МКД. Луиза Игеазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Кореневском корпусе школы номер 59 идет ремонт. Два класса и лаборантская в кабинете химик к началу учебного года оснастят современной техникой и они примут учеников уже в новом качестве. Подробнее в нашем сюжете. Школа номер 59 сегодня целый образовательный комплекс. Это детский сад, два корпуса в Моросине и этот в Кореневе. Здание построено в 1931 году. Многие учителя, которые работают или работали здесь, ее и окончили. Школа всегда была на плаву, всегда была востребована, всегда была любима местными жителями. Я думаю, что это продолжается до сих пор и все эти задачи, которые перед нами стоят, мы, конечно же, решаем. В школе учатся 750 учеников. Пока школьники на каникулах, кабинеты ремонтируют. Потом установят новую мебель и оборудуют современной техникой. 1 сентября обновленные классы распахнут дверь уже как специализированный центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Мы отрабатываем с нашими учебными учреждениями с точки зрения, чтобы здесь появлялось новое современное технологическое оборудование. Понятно, что постоянно идет обучение преподавательского состава наших учителей, которые привносят все вот эти знания нашим школьникам. К 31 июля в трех учебных кабинетах школы покрасят стены и потолки, заменят светильники и уложат линолеум. Луиза Игия Зарян, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На улице Урицкого продолжается строительство школы на 825 мест. Новое общеобразовательное учреждение возводят на месте 13-й школы, которую снесли по программе «Реновации». Подробнее о ходе проводимых работ расскажут мои коллеги. Эти кадры были сделаны в августе прошлого года. На улице Урицкого начали заливать фундамент будущей школы. Сегодня на этом месте уже стоит четырехэтажное здание П-образной формы. Работы по его строительству завершены на 70%. На данный момент закончена монолитная конструкция полностью, полностью оплачены и практически установлены стеклопакеты все. Соответственно, полностью подъедены все коммуникации, смонтированы все инженерные сети, готовы на 95%. На данный момент ведется внутренняя отделка помещений в школе. Собственный пищеблок, столовая на 425 мест, актовый зал, библиотечный блок, информационный центр и пять помещений для занятий спортом. Новая школа будет соответствовать всем современным стандартам. На ее территории построят стадион, которым смогут пользоваться все желающие. Современная хорошая школа, где, я думаю, что за последние годы мы научились строить подобные школы. Есть современные проекты. На сегодняшний день я оценю застройщик, достаточно профессионально все здесь делают. Мы постоянно мониторим, постоянно находится на контроле само строительство школы моими коллегами. Строители полностью завершат работу в июне следующего года. Затем в новой школе начнется подготовка к встрече с учениками. Она состоится 1 сентября 2023 года. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечают День почты. С профессиональным праздником сотрудников Люберецкого почтампа поздравил глава округа Владимир Ружицкий. На сегодняшний день на территории муниципалитета работает 26 почтовых отделений. В организации трудится более 400 человек. Скажу вам спасибо за ваши труды. Искренне вам желаю благополучия, достатка, насколько это возможно. Достойного материального возражения, вы как-то об этом думаете. Ну и мы сегодня такие времена непростые. Всем нам мира тоже очень важно. Каждое почтовое отделение городского округа Люберцы ежемесячно выручает жителям и принимает на отправку более 65 тысяч писем и около 55 тысяч посылок. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в прошлом году 6 помещений почтовой связи привели в соответствие с новым форматом категории «Стандарт». В Люберцах стартовала всероссийская благотворительная акция «Бабушкина забота». Проект, который инициировала «Единая Россия», нацелен на поддержку жителей защитников Донбасса. В течение двух месяцев местное отделение партии принимает теплые вязаные вещи. Их передадут детям и пожилым людям из ДНР и ЛНР, а также российским военнослужащим, принимающим участие в спецоперации на Украине. О больших добрых делах и о людях, которые их делают, наш следующий сюжет. Я сейчас вяжу носочки для наших ребят. Вот им зимой, чтобы было тепло, вкладываем свой труд и частицу своего сердца. Клуб «Активное долголетие» Галина Иманова стала посещать с тех пор, как здесь открылись занятия по вязанию. Это не просто увлечение и способ отвлечься от повседневных забот, но и вклад в гуманитарную миссию. Единственное, что требуется – приходить и вязать. Все остальное предоставляют на месте. Рукодельниц обеспечивают материалом для вязания представители местного отделения партии «Единая Россия». На этот раз они привезли три килограмма пряжи из натуральной овечьей шерсти. Производитель тоже Люберецкий. Фабрика «Пихорский текстиль». Долголеты принимают еще участие в таком проекте, как «Я свяжу себе жизнь». И когда вяжут они с пледики, с такой любовью, детки быстрее выздоравливают. Сейчас мы надеемся, что те вещи, которые будут связаны, будут переданы жителям ДНР и ЛНР. И у них жизнь станет немножко лучше, светлее и надежнее. Теплее. Самое главное – теплее. Присоединиться к благотворительному марафону могут не только члены клуба «Активное долголетие», но и все желающие. Вязаные изделия принимают по адресу улица Кирова, 22. Осенью собранные теплые вещи доставят в Центры гуманитарной помощи «Единой России» в ДНР и ЛНР. С начала года в Люберецкий районный травматологический пункт обратились более 200 человек, укушенные клещами. У троих пациентов была диагностирована болезнь Лайма. После курса лечения все выздоровели. Какова статистика по укуса на сегодняшний день и что делать, если вы обнаружили на себе клеща, узнавал наш корреспондент. Первый человек у нас поступил, наверное, 3 апреля, что ли. Клещи – понятие сезонное. Они просыпаются с наступлением тепла. Весна – пик активности клещей. За сутки количество пациентов в Люберецком травмпункте доходило до 12. С наступлением лета наблюдается спад. 2-3 человека в день. К счастью, на момент съемок таких пациентов не было. Итак, Павел Николаевич, у меня укусил клещ. Как происходит его удаление? Ну, смотрите, в принципе, во-первых, нужно знать, что клеща не надо вытягивать. Вытягивать его не нужно, потому что строение его хоботка, к сожалению, таково, то, что если вы просто будете его тянуть, вы оторвете ему голову. Самый простой и рекомендуемый способ – клеща выкрутить. Направление значения не имеет. Обычно по числовой стрелке, но допускается и против. Чем его выкрутить можно? Самое простое – это ниткой. Вы накидываете на клеща нитку, завязываете узелок и по часовой, ну, в какую-то сторону крутите. Достаточно двух-трех оборотов, чтобы он вывернулся вместе со своим хоботком. Дело в том, что строение хоботка клеща гарпунообразное. И если дернуть, то в большинстве случаев он останется в теле. Либо пользоваться так называемыми удалялками, которые продаются в зоомагазинах. Вот несколько их видов. Самый простой – это вот такая вот удалялка. Клеща подводится под клеща, под его хоботок. Одевается его в прорезь удалялки и делается несколько оборотов. Если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в травмпункт. А еще лучше соблюдать простые правила. После выхода на природу обязательно осмотреть одежду, так как клещ не присасывается сразу. Он исследует жертву, ищет участок, где кожа наиболее тонкая. Стремиться именно в локтевые, в коленные сгибы, в паховые области, в область лица и шеи. Так что время, чтобы обнаружить клеща, всегда есть. Более осмотрительными следует быть в районах Московской области, входящих в эпидемическую зону по клещевому энцефалиту, например, в Талдомском. Люберецкий городской округ к ним не относится, но расслабляться не стоит, считают жители Люберец, которые оказались весьма подкованными в вопросах с клещами. Нужно просто вовремя заметить, вытащить, и поехать проверить клеща на энцефалиту, чтобы он не заражен был. Вот если у вас клещ укусил, что надо предпринять? Вы знаете, не знаете? Удалить клеща, обработать. А клеща желательно сохранить в банке и отвезти, чтобы взяли с него в лабораторию. Пробу посмотрели, заражен, не заражен, чем заражен. Алексей Абрамов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Пожароопасная ситуация в подмосковных лесах сохраняется. Лесничие работают в усиленном режиме. Подконтрольная площадь измеряется тысячами гектаров. Главное – не допустить возгорания. Кто и как следит за порядком в Малаховском лесничестве, узнавал наш корреспондент. Лес. Рабочее место Екатерины Веселовой. С введением усиленного режима патрулирования она здесь практически ежедневно. На автомобиле или своим ходом. В день преодолевает десятки километров. Есть четыре маршрута патрулирования. Соответственно, в день один маршрут. Ну, приблизительно 140-144 километра протяженность маршрута. В настоящее время приоритетное направление в работе лесничего – пожарная безопасность. Непотушенный костер, оставленный мангал или окурок. Причин возгорания много. В прошлом году, например, у нас из-за оставленного костра сгорело 13 гектар леса. Мы не могли справиться, потому что была также сухая погода. Было очень тяжело тушить, но, конечно, активировали все возможные силы. И благодаря слаженной работе и пожарных, МЧС, и лесничих удалось избежать катастрофы. В ходе обходов лесничий первым делом проверяет места, где уже случались пожары, как потенциально опасные. Осматривает места, где любят отдыхать граждане, пресекает разведение огня и напоминает о том, что штрафы выросли. С этого года ввели штраф на гражданских лиц от 40 тысяч рублей. Поэтому я настоятельно всем рекомендую, прежде чем идти в лес и разводить там костер, подумать. Также на особом контроле лесничего участки леса, где имеется торфяная подстилка. Второе направление в работе – борьба с мусором, который оставляют граждане. И строительный мусор, и бытовой мусор. Строительные в основном выкидывают битый бетон-кирпич, либо какие-то доски. Здесь вот недалеко от места, где мы снимаем, буквально недавно убрали, выкинули целый строительный вагончик. Нарушители, как правило, орудуют ночью или рано утром. Поэтому застать их на месте правонарушения часто не удается. На неустановленных лиц заводится административное дело. Розыск занимает от месяца до двух. Но порой установить виновников помогает сам мусор. Недавно у нас была огромная куча с почты. Ну и, соответственно, велась работа. Посылались на почту России уведомления о явке, уведомления об остребовании сведений, чтобы они нам предоставили информацию, каким образом почтовый мусор мог оказаться в лесном массиве. Загрязнение лесного фонда наказывается штрафом от 5 до 250 тысяч рублей. В ближайшее время, по прогнозам Екатерины Веселовой, объем работы вырастет в разы. Начнется грибной сезон. Потребуется обеспечивать пожарную безопасность, бороться с мусором и искать заблудившихся грибников. Чтобы не потеряться, лесничий советует любителям тихой охоты собирать грибы в знакомых местах, одеваться в яркую одежду и перед выходом в лес проверять уровень заряда мобильного телефона. Алексей Абрамов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Любители и профессионалы фотодела 12 июля отметили свой праздник. В преддверии дня фотографа наша съемочная группа побывала в гостях у талантливого люберчанина, для которого фотография не профессия, а призвание. Обошла она у меня стран полтора десятка. Не дня без кадра. Николай Токарев учился в восьмом классе, когда старший брат купил фотоаппарат. Первые снимки братья проявляли и печатали в бане, как и положено, в полумраке. Красный фонарь был, сделали мы из почтового ящика, в общем, прорезали там, значит, такой паз, вставили красное стекло и там в ящик лампу керосиновую. Ну, она немножко подсвечивала. Изображение, когда появляется впервые, изображение в проявителе, да, я был просто... Ну, это что такое вообще фантастика. Вот на бумаге появляется и вот всё это узнаваемо. Николай Григорьевич родился в небольшом селе в Татарстане. Тут должен получить настоящую профессию, повторяли ему родители. Парень не ослушался их и поступил в Казанский химико-технологический институт. Но и здесь своё увлечение не забросил, а наоборот, им увлёк своих однокурсников. У нас было из группы много, и у всех были смены. Я говорю, ну, ребята, давайте мы сбросимся, буквально по рублю. И купили уличитель Ленинград очень хороший. После окончания института Токарев более 50 лет проработал конструктором на московском вертолётном заводе имени Миля. В его рабочем портфолио 10 патентов на изобретение. Но всё это – работа. Душевное удовлетворение ему приносили только фотоснимки. «Человек получает несколько удовольствий. Первое удовольствие – когда ты снимаешь на плёнку что-то там, надежда какая-то. Потом начинаешь плёнку проявлять, снова какая-то надежда. Потом вроде что-то есть, снова какая-то надежда. Начинаешь печатать. Но тут иногда надежда накрывается медным тазом». И такое случалось не раз. Однако мастерство любителя высоко оценили его коллеги – «Профессиональные фотографы». Токарев неоднократно участвовал в выставках всесоюзного международного значения. На почётном месте – диплом за подписью министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Однажды на работу Николая Григорьевича обратил внимание директор Люберецкого дворца культуры Юрий Диканский. И более 50 лет Токарев в свободное время работал фотографом в районном ДК. «Вот приглашали вот таких вот, понимаешь ли, мэтров. И я общался. Вот с такими мэтрами я общался». Снимки Николая Токарева сложно отличить от работы профессионалов. Как фотограф Николай Григорьевич мастерски видит картинку, знает, как построить композицию кадра. После нашей встречи фотохудожник стал собираться на очередную фотоохоту. Сегодня главным объектом для его съёмки стал памятник истребителю МиГ-29. «Фотографы – это тоже художники. Саврасов ещё говорил своим ученикам. Надо наблюдать, изучать, вокруг смотреть внимательно. Чтобы хорошо фотографировать, надо ходить на выставки живописи». Николай Токарев не расстаётся с фотоаппаратом более 70 лет. Счастье для Николая Григорьевича – заниматься любимым делом. Детское увлечение стало хобби длиной в жизнь. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Ученица детской школы искусств номер 3 Юлия Петрова вошла в список победителей программы губернатора Московской области «Одарённые дети Подмосковья». Ответ на вопрос, почему кто-то рисует, как Остап Бендер-сеятеля, а кто-то в 16 уже даёт фору знаменитым художникам, попробуем получить в следующем сюжете. Немногословную и трудолюбивую Юлию Петрову на художественное отделение мама привела в 6 лет. Девочка получила за рисунок из сказки «Колобок» приз на конкурсе в детском саду. Именно это и стало отправной точкой. Желание должно быть, но всё равно это нужно развивать в ребёнке и любовь, и способности. 10 лет способности и любовь к рисованию развила педагог Юлии Светлана Горожанкина. Даже спустя годы она помнит их первую встречу. Что я отметила с первых уроков? Она, знаете, она впитывала всё объяснение, вот как губка. Она, в общем-то, всё выполняла, и все требования, и все задачи были с ней обговорены. И она очень, девочка такая впечатлительная, такая благодарная, с большой отдачей творческой. И я это сразу отметила. Отметили это и в Клину, на открытии 8-го Международного фестиваля искусств Чайковского, где прошла церемония награждения учащихся учреждений дополнительного образования, которые достигли высоких успехов в области искусства. Диплом победителя Юлии Петровой вручили вице-губернатор Московской области Ирина Коклюгина и Юрий Башмет. До получения губернаторской премии были победы в региональных, всероссийских и международных конкурсах. И, конечно, ежедневная кропотливая работа у холста, минимум по 3 часа в день. Талант, он сразу, ну как ты его увидишь, он не проявляется так. Но когда у ребенка есть желание рисовать, и родители помогают ему в этом, то очень часто я встречаюсь с большими талантами у детей. Талант – это когда, вот как я думаю, талант – это когда ребенок что-то изображает, над чем-то работает, и он работает с душой. Он не просто под давлением преподавателя, а что-то вот он надумывает, мыслит как-то, что-то свое, какие-то новые детали вносит в свою композицию. Юлия пока не пришла к своему стилю живописи, поэтому рисует в разных направлениях и техниках. Иногда графика, но в основном гуашь. Больше всего ей нравится писать портреты. Мне нравится, как человек выглядит. Буду рисовать его. И характерные черты лица, и эмоции. Мне нравится работа импрессионистов. Яркие цвета в картинах. Мазками, когда рисуют, фактурные работы. Мангог нравится. Врубель нравится. Мане. Сейчас на художественном отделении детской школы искусств номер 3 учатся 80 детей. Многие из них, как и Юлия Петрова, достигли неплохих результатов. А кто-то только пробует сделать первый шаг. Возможно, к подножию Олимпа. Главное... Много рисовать и любить это дело. Без этого не получится. Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. Бал медалистов в торжественной обстановке прошел в Центральном парке Рюберец. Он объединил более ста выпускников округа. Парни и девушки, которые вступают во взрослую жизнь, поздравили их родители, учителя и глава округа Владимир Ружицкий. Он нас ждет, смело идти вперед. Выпускники пришли на бал в нарядных платьях и костюмах. Позади 11 лет учебы и экзамены. А впереди большая и интересная жизнь, для которой каждый из ребят выберет свои краски. Вы научились самое главное в жизни – работать, работать с книгой. Потому что это самый тяжелый труд. И не все этому в процессе обучения жизни учатся. Когда ты научился работать с книгой, ты дальше все осваиваешь гораздо проще. С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу 125 молодых люберчан. 15-11-ти классников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. Анжелика Цитурян с детства увлекается историей. По этой дисциплине девушка проявила свои знания на ЕГЭ и получила максимальный результат. Конечно, я желала столько получить баллов, но я не представляла, что у меня получится не допустить ни одной ошибки. Я невероятно благодарна своей школе за то, что она открыла мне новые возможности, новые дороги, подготовила к Олимпиадам и к сдаче экзаменов. Анжелика Цитурян планирует поступить в РУДН по направлению «Международные отношения». С высшим учебным заведением определился и Никита Парамонов. Молодой человек тоже получил 100 баллов на экзамене по истории. Любимая наука в будущей профессии Никиты занимает важное место. История привлекает меня тем, что в ней нет ничего точного, и все можно опровергнуть, изучить. И, в общем, безграничная наука. Компьютерный гений Александр Герасимов – стубальник по информатике. Знание этой науки, считает медалист, в современном мире всегда пригодится. Ну да, это наука, она сейчас очень развивается, это наиболее востребовано, наверное, поскольку компьютер развивается очень быстро. Это, безусловно, востребованная профессия программист, поэтому она меня заинтересовала. Вот я с девятого класса уже три года занимаюсь этим. Выпускники либеретских школ с выбором вуза и будущей специальностью уже определились. После окончания высших учебных заведений многие ребята планируют работать в родном округе. И здесь их очень ждут. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Кореневский карьер ждет масштабное преображение. В зоне отдыха продолжаются работы по комплексному благоустройству. Первые шаги реновации были сделаны в 2019 году. Тогда на территории водоема обустроили тренировочную базу для грибцов. Как в будущем будет выглядеть излюбленное место жителей городского округа Люберцы, узнал наш корреспондент. Новые входные группы, пляжная зона с веревочным парком, лыжероллерная трасса, наружное освещение, детские игровые площадки и аттракционы. Обычная территория вокруг водоема станет комфортабельной площадкой, где в любое время года можно будет заниматься различными видами спорта или просто отдыхать. Пляжная зона повышенного комфорта, с так называемым гостиничным комплексом, либо туристическим центром. Пляжная зона с веревочным парком, это как раз пляжная зона со стороны улицы Озерная. И по всему периметру будет выполнено устройство лыжероллерной трассы всесезонной. Планируется, что у нас будут выставлены так называемые локации для занятий детей, семей разного рода направлений, от творческих до физкультурно-оздоровительных. Но всё новое всегда вызывает вопросы. Чтобы ответить на них, на территории карьеры устроили встречу с жителями. Они интересуются, насколько безопасными будут новые объекты и повлияют ли работы на экосистему. Один из вопросов коснулся качества воды в карьере. На прошлой неделе в начале мы сдали в лабораторию пробы воды и почвы. Отвратительна микробиология воды. И на основании этих результатов, так называемых протоколов обследования воды, поступят документы в Роспотребнадзор, которые на основании этого вынесут решение, можно купаться, что скорее всего нет. В настоящее время процесс благоустройства идёт на пляжной зоне. Небольшая работа запланирована и вокруг неё. Обустройство парковочных мест и асфальтирование дороги, ведущей к водоему. Этот этап завершится уже к концу июля. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Скейт-парки пользуются популярностью у молодёжи, которая любит проводить время активно. В Центральном парке Люберец сейчас ведутся работы по его строительству. Как небольшая площадка превращается в целый парк экстрима, смотрите в сюжете. Эта скейт-площадка пользовалась популярностью у подростков на протяжении долгих лет. Но со временем покрытие износилось, что часто приводило к травмам. Тогда Тимур Саидов и команда обратились за помощью в Совет депутатов Люберец. В течение месяца он был более-менее починен, приведён в хорошее состояние, покрашен красиво. После чего прошёл год. Однако из-за больших нагрузок надолго починки не хватило. Поэтому было принято решение сделать на этом месте не просто площадку, а скейт-парк. И обязательно с учётом пожеланий самих экстремалов. Будет пожелание то, что должны присутствовать рейлы. Рейл – это перила, на которых можно скользить, соответственно. И какие-то квадра, либо боу. Боу – это такая фигура некая. Ещё здесь появится памп-трек, специальная велосипедная трасса, на которой чередуются ямы, кочки и контруклоны, бетонный скейт-парк и зона отдыха. Выполняют работы специалисты высочайшего класса. В данном случае, когда был объявлен конкурс на производство вот этих работ по созданию вейк-парка, это специфичные работы. Это здесь и вы наблюдаете, есть определённые формы из песка. Потом здесь работа со щебёнкой, с асфальтом. Надо эти формы выдержать, есть определённые требования. Здесь зашли ребята, группа, производственники, у которых уже на счету десятки подобных скейт-парков. То есть, это они не новички. Строительство на площади 1300 квадратных метров проводят в рамках государственной программы Московской области формирование современной комфортной городской среды и завершится в конце августа. Елена Кирсанова, Ирина Иванова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. На стадионе «Торпеда» прошёл товарищеский матч по регби. В игре приняли участие две команды. Одну представили спортсмены из Люберец, с другой – гости из соседних муниципальных образований. За матчем следили и мы. На поле встретились люди разных возрастов и профессий. Но их объединяет любовь к спорту. У председателя Люберецкого спорткомитета Владимира Суркова одно из главных мест в жизни занимает бокс. Спортсмен часто возвращался домой с соревнований с медалями и кубками. В последние годы увлёкся регби и вовлекает в него своих друзей и коллег. В боксе бьют в голову, а регби бьют по ногам. В этом, наверное, разница. И тут мы на равных. Тут ни ковёр, ни ринг. Тут мы на одном поле и играем на равных в любом возрасте. Здесь наши все единоборцы – тренеры, спортсмены действующие, чемпионы. И разные люди, которые хотят себя просто попробовать в силовой игре. На товарищеский матч Михаил Смотров приехал из Кузьминок. Его профессиональная деятельность к спорту никакого отношения не имеет. Но в свободное от работы время молодой человек занимается боксом и борьбой. Теперь осваивает один из командных видов спорта. Нас пригласили поиграть в этот замечательный город Люберцы. Приехали, первый раз играем. До этого никогда не играли в регби. Тут команда, командный дух, взаимодействие между другими людьми. То есть в единоборствах это больше так, ну ты сам на себя надеешься, а тут на товарища надеешься. То есть так, сплоченность, общение. Такие встречи среди любителей в Люберцах проводят два раза в неделю. По четвергам и воскресеньям играет в регби и подрастающее поколение. Для юных спортсменов в округе открыли секцию три года назад при стадионе «Торпедо». За это время сборная команда Московской области, большая часть которой состоит из люберецких девчонок, в прошлом году успешно выступила в Сочи на Кубке России и вернулась домой с победой. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. На Наташинских прудах прошли всероссийские соревнования по вейкбордингу Кубок заслуженного мастера спорта СССР Натальи Румянцевой. В турнире приняли участие спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Калужской и Челябинской областей, Краснодарского края и Республики Адыгея. За состязаниями на воде наблюдали и мы. Роман Уводов этим экстремальным видом спорта увлекся 15 лет назад. Вейкбординг привлек его своей красочностью и динамикой. Трехкратный чемпион России обожает выполнять трюки на воде. И чем они сложнее, тем больше адреналина в крови. То, что делают ребята и то, что стараемся мы, это не каждый сможет. И это совокупность такого сноуборда, смешанного с серфингом, с кайтом, плюс координация, как бокс, допустим, еще плюс. Ну, как бы все это в совокупности добавляет такой шарм к этому спорту. Легенда водно-лыжного спорта Наталья Румянцева приехала поддержать спортсменов. Многие ее воспитанники добились больших успехов. Один из них – чемпион России, сын Румянцевой Николай Волохов. Не, ну, молодец, вроде неплохо. Мне понравилось. Да, был в конце, это по моей просьбе было. Он нечасто его делает на соревнованиях. Наталья Леонидовна отслеживает каждое движение своего сына. Николаю Волохову едва исполнилось 4 года, когда мама привела его на занятия водными лыжами. Хотя сама будущая четырехкратная чемпионка мира и 24-кратная чемпионка Европы начала заниматься этим видом спорта только в 10 лет. Сейчас такой прям темп жизни, что надо чем раньше, тем лучше. Вообще-то, конечно, необычный вид спорта, такой, ну, реально экстремальный, новый для России, для Советского Союза был в то время. Вода и такие эмоции, ну, просто ни с чем не сравнимые. Наша цель – это как можно больше привлечь молодых людей занятием спортом. В первую очередь, судьи оценивают качество выполнения трюков и индивидуальный стиль спортсмена. В борьбе за призовое место придется выполнить комплексную программу. Они исполняют трюки, скажем так, в трех ипостасях. То есть они делают трюки из кикеров, из больших трамплинов таких. Есть слайды, на которых они джибят, показывают скольжение. И есть поверхность воды, с которой с помощью зарезки, разгоняясь, они вылетают с воды и делают тоже трюки. Соревнования по вейкбордингу на Кубок заслуженного мастера спорта СССР Натальи Румянцевой в Люберцах проводят второй год. В этом году в нем приняли участие более 30 человек. Городской округ Люберцы представили 6 спортсменов. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте ЛРТ.ТВ и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова